Всем привет! Продолжаем, я продолжаю зачитывать книгу Совершенный код Стива МакКоннелла. И сегодня начнем главу 25, которая называется Стратегией оптимизации кода. Ну что ж, приступим. В этой главе обсуждается исторически противоречивая проблема повышения производительности кода. В 1960-х годах ресурсы компьютеров были крайне ограничены, поэтому эффективность их использования была вопросом первостепенной важности. По мере роста производительности компьютеров в 70-х годах программисты начали понимать, насколько упор на производительность вредит удобочитаемости и легкости сопровождения кода. И оптимизация кода отошла на задний план. Вместе с микрокомпьютерной революцией, свидетелями которой мы стали в 80-х годах, проблема эффективного использования ресурсов вернулась, но в 90-х годах ее важность постепенно уменьшилась. В 2000-х годах мы опять столкнулись с этой проблемой. Только теперь она связана с ограниченной памятью мобильных телефонов, карманных ПК и подобных устройств, а также со временем выполнения интерпретируемого кода. Проблемы с производительностью можно решать на двух уровнях, стратегическом и тактическом. В этой главе рассматриваются стратегические вопросы производительности. Мы выясним, что такое производительность, насколько она важна и обсудим общий подход к ее повышению. Если стратегии достижения нужной производительности вам уже хорошо известны, и вы хотите узнать конкретные методики ее повышения на уровне кода, вы всегда сможете перейти к главе 26. Ну, глава 26 будет аж потом. Ну, это я от себя говорю. Однако, прежде чем приступать к серьезной работе над повышением производительности, хотя бы просмотрите или прослушайте эту главу, чтобы не потратить время на оптимизацию кода тогда, когда следовало бы заняться чем-то другим. Итак, первая подглава. Общее обсуждение производительности программного обеспечения. Оптимизация кода – лишь один из способов повышения производительности программы. Часто можно найти другие способы, обеспечивающие большее повышение производительности за меньшее время и с меньшим вредом для кода. Некоторые люди смотрят на мир через розовые очки. Программисты склонны воспринимать мир через кодовые очки. Мы полагаем, что чем лучше будет наш код, тем сильнее наше программное обеспечение понравится клиентам. Эта точка зрения верна лишь отчасти. Пользователей больше интересуют явные характеристики программы, а не качество кода. Производительность обычно привлекает их внимание, только когда она сказывается на их работе. Большее значение для пользователей имеет не грубая производительность приложения, а объем информации, который позволяет обработать за конкретный срок. А также такие факторы, как своевременное получение программы, ясный пользовательский интерфейс и предотвращение простоев. Приведу пример. Я делаю цифровой камерой минимум 50 снимков в неделю. Чтобы скопировать снимки на компьютер, при помощи программного обеспечения, поставляемого его с камерой, я должен выбрать каждый снимок по очереди. Причем в окне программы отображаются только 6 снимков сразу. В результате копирование 50 изображений превращается в долгий и нудный процесс, требующий десятков щелчков и массы переключений между окнами. Устав от этого всего, я купил карту памяти, подключаемую прямо к компьютеру и воспринимаемую им как диск. Теперь для копирования изображений на диск компьютера я могу использовать проводник Windows. Я делаю пару щелчков, нажимаю Ctrl-A и перетаскиваю все файлы в нужное место. Меня не волнует, передает ли карта памяти каждый файл вдвое медленней или быстрее, чем другое ПО, потому что сейчас я могу обработать больший объем информации за меньшее время. Каким бы быстрым или медленным ни был код драйвера карты памяти, его производительность выше. Производительность только косвенно связана с быстродействием кода. Чем больше вы работаете над скоростью кода, тем меньше внимания уделяете другим характеристикам его качества. Не приносите их в жертву быстродействию. Стремление к повышению быстродействия может снизить общую производительность программы, а не повысить ее. Решив, что эффективность кода, будь то его быстродействие или объем, должна быть приоритетом, не торопитесь улучшать быстродействие или объем на уровне кода, а рассмотрите несколько вариантов. Подумайте об эффективности в контексте, требований к программе, проекта программы, проектов классов и методов, взаимодействии программы с операционной системой, компиляции кода, оборудования, оптимизации кода. Высокая производительность считается требованием гораздо чаще, чем на самом деле им является. Барри Бом рассказывает, что при разработке одной системы в компании TRW сначала решили, что время реакции системы не должно превышать одной секунды. Это требование привело к разработке очень сложного проекта, на реализацию которого пришлось бы потратить примерно 100 миллионов долларов. Дальнейший анализ показал, что в 90% случаев пользователей устроит время реакции, равное 4 секундам. Изменение требований позволило снизить общую стоимость системы примерно на 70 миллионов долларов. Прежде чем тратить время на решение проблемы с производительностью, убедитесь, что она действительно требует решения. Проект программы определяет ее основные черты, главным образом, способ ее разделения на классы. Проект может как облегчить, так и затруднить создание высокопроизводительной системы. Например, при высокоуровневом проектировании одной реальной программы сбора и обработке данных в качестве ключевого атрибута была определена пропускная способность обработки результатов измерений. Каждое измерение включало определение значения электрической величины, калибровку значения, масштабирование значения и преобразование исходных единиц измерения, таких как милливольты, в единицы прикладной области, такие как градусы Цельсия. Если бы при высокоуровневом проектировании программисты не оценили все факторы риска, им в итоге пришлось бы оптимизировать алгоритмы вычисления многочленов 13 степени, то есть многочленов, содержащих 14 переменных с максимальной степенью 13. Но вместо этого они решили проблему, выбрав другое оборудование и разработав высокоуровневый проект, предусматривающий использование десятков многочленов третьей степени. Оптимизировав код, они вряд ли бы получили бы нужные результаты. Это пример проблемы, которую нужно решать на уровне проектирования. Если объем и быстродействие программы действительно важны, разработайте архитектуру так, чтобы она позволяла добиться намеченных показателей. А затем задайте для отдельных подсистем, функций и классов целевые показатели использования ресурсов. Преимущества такого подхода таковы. Первое преимущество. Задание отдельных целевых показателей использования ресурсов делает производительность системы предсказуемой. Если каждая функция соответствует целевым показателям, вся система будет обладать нужной производительностью. Вы можете уже на ранних этапах определить проблемные подсистемы и перепроектировать их или оптимизировать их код. Второе преимущество. Простое задание явных целей повышает вероятность их достижения. Программисты стремятся к достижению целей, и если знают, каковы они, чем определеннее цели, тем легче к ним стремиться. Третье преимущество. Вы можете поставить цели, которые непосредственно не направлены на повышение эффективности, но способствуют этому в долгосрочной перспективе. Эффективность часто лучше всего рассматривать в контексте других аспектов. Так, простота внесения изменений может создать лучшее условие для достижения высокой эффективности, чем явное определение эффективности, как одной из целей. Если проект отличается высокой степенью модульности и простотой изменения, менее эффективные компоненты можно с легкостью заменить на более эффективные. Проектирование классов и методов предоставляет еще одну возможность повышения производительности программного обеспечения. Одним из способов повышения производительности на этом уровне является выбор типа данных или алгоритма, от чего обычно зависит и объем используемой памяти, и быстрота выполнения кода. Именно на этом уровне вы можете выбрать быструю сортировку вместо пузырьковой или двоичный поиск вместо линейного. Если ваша программа работает с внешними файлами, динамической памятью или устройствами вывода, она скорее всего взаимодействует с операционной системой. Низкая производительность в этом случае может объясняться большим объемом или медленным выполнением методов операционной системы. Вы можете даже не знать, что программа взаимодействует с операционной системой. Иногда вызовы системных методов генерируются компилятором или содержатся в коде библиотек. Хорошие компиляторы преобразуют ясный высокоуровневый код в оптимизированный машинный код. Иногда правильный выбор компилятора позволяет вообще забыть о дальнейшей оптимизации кода. Иногда самым выгодным и эффективным способом повышения производительности программы является покупка нового оборудования. Конечно, если программа предназначена для сотен или тысяч компьютеров по всей стране, этот вариант не реалистичен. Но если вы разрабатываете специализированное программное обеспечение для нескольких пользователей, обновление оборудования на самом деле может оказаться самым дешевым вариантом. Это позволит сократить расходы, связанные с улучшением производительности программного обеспечения и проблемами, которые могут из-за этого улучшения возникнуть при сопровождении. Кроме того, это повысит производительность всех программ, выполняемых на новых системах. Оптимизация кода, которой посвящена оставшаяся часть этой главы, называют изменение корректного кода, направленное на повышение его эффективности. Оптимизация подразумевает внесение небольших изменений, затрагивающих один класс или метод, а чаще всего несколько строк кода. Крупномасштабные изменения проекта или другие высокоуровневые способы повышения производительности оптимизацией не считаются. Каждый из уровней от проектирования системы до оптимизации кода допускает существенное повышение производительности программного обеспечения. Джон Бентли утверждает, что в некоторых случаях формула общего повышения производительности системы имеет мультипликативный характер. Так как каждый из шести уровней допускает десятикратный рост производительности, значит, что теоретически производительность программы может быть повышена в миллион раз. Хотя для этого необходимо, чтобы результаты, получаемые на каждом из уровней, были независимы от других уровней, что наблюдается редко. Этот потенциал вдохновляет. Ну и подглава это заканчивается. Я буду стараться по подглавам читать, потому что иначе будет очень-очень длинное видео. И на сегодня все. В следующий раз продолжим с новой подглавы, которая называется «Введение в оптимизацию кода». Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем, ставим лайки и все такое. Всем пока.